Пепел в мясо Вместо польских яблок, испанских нектаринов и английских персиков в Саратове уничтожили первую партию продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Реальное меропресечение или всего лишь выговор? В то время как в Нижнем Новгороде задержан участковый по делу о жутком убийстве детей, полицейский в Марксе по-прежнему остается на своей должности. Впечатлений до следующего лета. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вернулись с отдыха на Крымском побережье. Сегодня задержан участковый по делу о жутком убийстве детей и беременных женщин в Нижнем Новгороде. Наша съемочная группа решила проверить, как выполняет свою работу полицейский в Марксе, где с особой жестокостью был избит ребенок, который впоследствии вскочался. Напомню, участковому району был всего лишь объявлен выговор, в то время как в этой семье от мальчиков неоднократно издевались, в том числе сажали на раскаленную батарею. Мария Смирнова выяснила, мог ли полицейские вовремя спасти ребенка и возможно ли повторение традиций там, где по-прежнему работает этот человек. В Нижнем Новгороде в рамках дела об убийстве шестерых детей задержали участкового районного отдела полиции Дмитрия Обливина. Никаких мер реагирования в церковном области фигурируют еще родители на местном области. Семьи городов, в который мы доконтактировали семьи городов, в какой-то комплекте, которые могут забрать к потушке. Вы же можете спросить, где вы сейчас находитесь, в каком населенном пункте? Я нахожусь на территории своего участка. Истории антонимы. При том, что сама степень ответственности полицейских схожа. За халатность в Нижнем Новгороде задержали участкового. В Марксе продолжает работать. И даже больше кокетничает с прессой. Откуда мы знаем? Может, вы сейчас где-нибудь там на пляжу загораете? На скамье подсудимых он оказался инсказательный. Лишь получил дисциплинарное взыскание. Хотя не смог предотвратить гибель ребенка. В Марксе шестилетнего мальчика долгое время истязал пьющий очим. И в конце концов убил. А тело оставил в сарае почти на месяц. Соседка не раз писала заявление участковому, ссылаясь на нетрезвый образ жизни семьи напротив. На каком этапе доставки корреспонденции с сигналами СОС произошел сбой, пытаемся выяснить у самого адресата. Хотим назначить встречу участковому в одном из подведомственных ему сел. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мы хотели бы получить разрешение на разговор с участковым Адаевым Романом Романовичем. Мы сейчас некогда этим вопросом заниматься, потому что он в районе по делам выехал. А ему некогда просто дать добро? Это же ровно одна минута сказать, что да, я разрешаю. То есть есть что скрывать, я так понимаю? Я думаю, скрывать нечего. Но начальство ничего по этому поводу конкретно не сказалось. Дмитрий Владимирович, ну что все-таки, можно пообщаться нам с Романом Романовичем? Вы знаете, что все общение с сотрудниками полиции только через пресс-службу. Кодекс, адрес, область. Ну а почему же так сложно-то? Спасибо за то, что вы меня выслушали. Ну я не могу сейчас просто взять, разрешить, неизвестно, что ему спросить. Человек, ну просто понимает, что можно, говорит, что нет. Нам нужно конкретные вопросы в запросе. Я как бы все равно должен быть уверен в том, что он ничего лишнего не скажет. И в том, что он будет отвечать на только те вопросы, которые будут у вас в запросе. Марионеточная система. Кукловоды будто не понимают, что в их руках нити к спасению других детей. Не дают разобраться в ситуации, при том, что сами в ней, похоже, толком и не разбирались. Сообщить об опасной семье мог не только участковый, но и пенсионный фонд, инициировав выдачу материнского капитала. Специалисты газовой службы, когда лишали Шетенковых коммунальной услуги за долги, работники образования или врачи. Но вместо того, чтобы искать всех виновных, нашли крайнего. Отработанная схема, которую специалисты спрогнозировали задолго до приговора основному обвиняемому. И объявление выговору участковому. Даже прокуратура, я думаю, представление будет ограничиться общими фразами. Она конкретно не скажет. Газовик, соцзащита, образование, палец. Кто из них конкретно виноват, не скажет. Я боюсь, что здесь сейчас по линии МВД только накажут участкового. По этой линии пошли в Нижнем Новгороде. Наказали не только участкового, но еще пятерых полицейских. В Марксе даже такая прямая траектория поиска виновных оборвалась. Участковый, видимо, так и останется в статусе условно виновного. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Мы сожгли всего за пару часов. Свидетелем действия стала и наша скиночная группа. Смотрим. Под вспышками фотокамеры и пристальным вниманием журналистов проводят привычную для себя процедуру. Однако такой интерес общественности приколен не столько к сотрудникам Саратовской межрегиональной ветеринарной лаборатории, сколько к яблокам, нектаринам и персикам, которые здесь уничтожают. Проводят последний осмотр продукции, попавшие под санкции. Импортные фрукты поступили в регионы явно по незаконному каналу во вторую государственную таможню. Однако с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента Владимира Путина, согласно которому все товары, попадающие под продуктовый эмбарго, должны быть уничтожены любым способом. С Казахстана все приезжают, я думаю, это закипает. Приезжают, закипают в северных регионах. И когда, говорят, я дальше не знал, а почему вы как-то видите, ловость? Вы сейчас можете приезжать и взять в яблоках в других регионах, но там есть. Яблоках есть. Завтра конкретно очистить садоводов, но нет, у меня будет в другом саде. Причисляют преимущества продукции саратовских садоводов. После поездки по правобережным районам области, председатель комитета по ограбленным вопросам Госдумы Николай Киньков уверен, что наш регион только набирает обработок в производстве яблок. И в ближайшее время сможет обеспечить не только себя, но и соседние субъекты. Также депутат предлагает уничать в использовании санкционных продуктов тех, кто должен контролировать их запрет. Ответственность должна быть в том числе и среди чиновников до возможного возбуждения каких-то уголовных дел. Ничего здесь страшного нет. Не хочешь, чтобы подпадать в порядок, идти в государственную службу и занимайся другими вещами, где за это себя не спросят. А если ты находишься на службе государства, то государство имеет право с тебя потребовать жить прежде всего по закону и согласно тех норм, какие существуют. По всем законам и нормам сегодня были уничтожены 29 килограммов, попавших под санкции польских яблок, испанских нектаринов и английских персиков. Все они были и сняты с прилавков на этой неделе. Завтра планируется сжечь еще 30 килограммов запрещенной продукции. Денис Катаренко, Демокрик Ильичевский, Саратов, 24. Тем временем Саратовская таможня открыла горячую линию для сообщений о фактах продажи в регионе санкционных продуктов. Телефон вы видите на экране. Помимо фруктов, список запрещенных товаров на данный момент входят мясо крупного рогатого скота, в том числе и свинины, пищевые стоп-продукты домашней птицы, рыбы, ракообразные молютки, молоко, молочные продукты, стыры, овощи, фрукты, орехи, произведенные в странах Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Если вам стало известно о вводе или продаже подобных продуктов, то я хочу вас сообщать об этом по телефону горячей линии, который указан на экране. В Саратове появился новый праздник – День поля. С народным календарем он никак не связан, зато привлекает много внимания сельхозпроизводителей и фермеров. Форум «Саратов Агра» День поля проходит в нашем городе уже в шестой раз. Организаторы «Саркит Экстар» собрали на одной площадке больше сотни компаний из более чем 20 регионов России, а также стран Бижнего Зарубежья. Чем удивляли агрария, выяснял Сергей Сазанов. Своего рода ярмарка сельскохозяйственной техники – технологии уникальных разработок. Каждый из участников масштабного аграрного форума стремится удивить гостей чем-то новым, современным. Именно сюда за опытом для развития приезжают сельхозпроизводители со всего региона и не только. Помимо практических каких-то действий приобретения техники, здесь она является и научной площадкой. В рамках этого форума будет проходить конференция по заслуке, проводимая и голосом. Поэтому здесь как раз серьезный план практики, науки. Среди гостей выставки представители профильные региональные власти стараются и словом, и телом поддержать всех участников подобных мероприятий, потому что именно аграрии формируют продовольственную безопасность страны и играют значимую роль в развитии экономики. Очень приятно, что с каждым годом оно становится все более насыщенным не только техникой, не только теми экспонатами, которые предоставляет Юго-Восток, но и в первую очередь руководителями сельхозпроизводителей, учеными. Десятки единиц техники на улице, а некоторые даже в действии. Производители демонстрируют, до чего дошел сельскохозяйственный прогресс. Например, компания STI показывает лучший образ C передовой техники. STI работает только с проверенными брендами. Нью-Оленд из Бельгии, Захранер из Италии и Грегуар Берсон из Франции. Сегодня на выставке они представляют гостям ноу-хау среди зерно-морышек машин. Десятки таких уже работают на полях нашей области и делают это профессионально. Поэтому на сегодняшний день такой остался в единственном экземпляре. Поэтому решили сделать скидку 4 миллиона. Это зерно-уборочный комбайн клавишного типа. С четырех барабанной системы от молота. То есть там четыре барабана стоит. Это молотильный барабан, это идет биттер, роторный сепаратор и отбойный биттер. Потом идут уже клавиши, саламатрясы. Наш телеканал «Саратов-24» тоже принял участие в форуме. Конечно, сельхозтехнику мы не выставляли, у нас ее просто нет. Зато ознакомили гостей с нашей программой «Сельская жизнь», освещающей проблемы и достижения саратовских аграриев. Тех людей и которые бережно хранят исконные сельские традиции. Мы хотели бы заинтересовать тем самым участников сегодняшней выставки, чтобы дальше они участвовали в нашем проекте, в нашей степени передачи «Сельская жизнь». А для гостей в форум стал прекрасной возможностью поговорить с производителями той техники, которой они пользуются в своих хозяйствах. Или же, напротив, сменить компанию-производителем на более совершенную. Чтобы сельхозпроизводители знали о новых машинах, о новых технологиях. И это привело бы их к использованию, к свежению себестоимости производства и производительности. Хотя в «Саратов Агро-2015» и собрались конкуренты по бизнесу, но борьбы как таковой нет. Скорее наоборот, это возможность показать одним фермерам, что можно неплохо обрабатывать землю прицепной техникой, а другим, что самоходная тоже имеет свои неоспоримые плюсы. А какую взять себе в хозяйство сельхозпроизводители решат сами. Сергей Сазанов, Александр Бачков, «Саратов-24». Комфортные условия для будущих чемпионов. Сельских школах области ремонтируют спортивные залы и оснащают их всем необходимым. Это стало возможным благодаря реализации специальной программы. Так, полтора миллиона рублей уже направили в образовательное учреждение поселка Молодежной. Ученики этой школы неоднократно выигрывали районные спортефиады. А теперь с обновленным спортзалом у них есть все шансы попасть и на региональное соревнование. Вот это первое место в областных соревнованиях в баскетболе. А вот это первое место в полотворобном футболе, например, в областном области. С трудом размещают награды своих учеников на нескольких школьных парках. Петр Шелухин работает сельским учительом физкультуры уже больше 30 лет, поэтому знает, как мотивировать детей заниматься спортом. Я сам и город здесь, и всегда наша школа славит вас спортивными, успехами. И всегда в моей семье дети занимаются всеми видами спорта, поэтому такое разнообразие видов спорта мы против. Хоккей, футбол, баскетбол, выжиг и даже шорттрек. Спортивная жизнь школы с каждым годом набирает все больше оборотов. Но чтобы выйти на новый уровень побед, уверен учителя, им не хватает современного спортивного зала. Временного натроннего покрытия. А он ученый, а власти, вот эти вот эти вот замуты, вот эти вот эти вот замуты, вот эти вот замуты, вот эти вот замуты, вот эти вот замуты. Решил лично проверить, как идет капитальный ремонт в сельской школе. Николай Конков свою отпасть проводит в отдаленных районах Левой Бережью. Инспектирует, как работает федеральная программа на местах. Что, уже изводковали демок, да? Да, федеральный демок. То есть, в целом, у нас на проекте на Саратовске у нас 35 миллионов идей. Вот сюда, по-другому, неплохая программа, спортивная программа, вот, «Единая Россия» по ремонту честных спортзалов шансов и школ. Вот она прижима церковь. Функционирование самого спортивного зала позволит привлечь еще больше школьников к занятиям спортом. Уверены педагоги. Также здесь появятся новые душевые, раздевалки. Отремонтируют потолок и покрасят стены. А вот замотивируют самих учителей, планирует депутат. В сентябре месяце будет новый проект. Иницируется от учителей физкультуры в сельских школах. Планирую, тот, кто победит в этом конкурсе, учитель физкультуры в сельских школах, отправить их в Сочи на те спортивные объекты, те спортивные номера, где у нас проходила Олимпиада. Пока же темпами Олимпийской стройки идет ремонт в спортзале школы поселка Молодежный Перелюбского района. Подрядчик обещает закончить все работы до 18 августа. Ведь уже 1 сентября сюда должны прийти учиться будущие чемпионы. И в трансграничной единице Таренко, Патяна Кудасова, Денис Могин, Старатов 24. Отдохнули, набрались силы, получили массу новых впечатлений. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вернулись с отдыха на море. Крым встретил ребят не только хорошей погодой, но и отличным сервисом. Добавлю, что всего на Черноморском побережье этим летом отдохнут около 2000 детей. Мария Смирнова, по-труге. А вот здесь я была... Где? Здесь. Здесь мы были, я здесь была, я здесь не водится. Отчет на нескольких магнитах. Дети Елена Железнова буквально 10 минут назад спустились с небес на землю. Вернулись из Крыма, где отдыхали по бесплатной путепке. Когда особенно узнали, что на самолете это было что-то. Они как раз вот буквально за неделю мечтали, ну, говорили просто об этом на самолете. Я говорю, ну, вырастите, полетите. А тут сразу самолет и море. Море ощущений. Вместе с ее, тремя детьми, Южный Задар, приобрели еще около 100. На город попали подростки из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Когда мы набирали группу, не все родители, скажем, однозначно к этому относились. Многие, даже попадая под эту категорию, отказались и не побоявшись детей отправлять этим видом транспорта. Но тем, кто не посмотрел, вареному даже не коню, а и железные птицы оказалось больше. Ведь путепки в Крым раздают впервые. До этого туристический маршрут ограничивался лишь Черноморским побережьим Кавказа. Крым, это та территория, наверное, заветное желание есть у каждого там побывать. И с учетом того, что климатические особенности этой территории очень благотворно влияют на здоровье детей, то и было принято решение в текущем году часть средств направить непосредственно на организацию отдыха детей в этом, звучит, на уголке нашей страны. Уезжает к себе домой большинство из районов впечатлений от поездки на год вперед до следующего лета. Мария Смирнова, Роман Чинзиаев, Саратов, 24. В 2015 году времени на оплату имущественного налога у нас на один месяц меньше, потому что срок погашения задолженности продлинули на 1 октября. Завтра в студию Саратов-24 придет начальник отдела камеральных проверок инспекции номер 8. Ирина Татаринова, чтобы ответить на ваши вопросы, Их можно присылать на электронную почту mailsobatasarato24.tv или оставлять на странице телеканала в соцсетях. В сезон уборочной кампании в преддверии посевной аграрив как никогда интересует качественная техника. Последние новинки и частых, ответственных машин предлагает крупная компания из Белгорода. Чем готовы удивить производители агротехники, смотрите далее. А я же на этом с вами прощаюсь. Не за это участие. И именно в вашем регионе вся ваша техника, которую мы производим и представляем здесь, мы пользуемся спросом. Многие сегодня уже подходили железную гладкость. Специализируется компания на зерно-очистительной и зерно-погрузочной технике. На форуме демонстрируют популярные и лучшие модели. Лидерам региона так называемая ОЗЕ-50. Машина перерабатывает 50 тонн зерна в час. Для крупных всех господоприятий компания ОЗЕ-50 готова предложить специальную модель почти в два раза мощнее. Эта отечественная техника не то, что не уступает даже выигрыванию зарубежной. Например, популярный немецкий агралок очищает зерно значительно хуже, нежели Долгородский ОЗЕ-50. Просто потому, что частота перебаря решетного станла у заграничного производителя в два раза меньше, нежели у нашего. Это дает то, что наша машина работает с влажностью зерна до 35% влажности и способна работать. Об этом, опять же, говорят, у кого она работает, это Красноярск, это Новосибирск, это Казахстан, где регионы там. В саратовские фермеры хорошо знакомы с техникой «Ускосельмаша». Ростова-Чидов уже десятки лет занимается сельским хозяйством. В Буховницком районе у него крупная ферма, производит самую разумевшую господопродукцию. На корме он познакомился со своими белгородскими друзьями, которых, в каком-то смысле, он награжден урожаем. В будущем увидел, которые, новейшие машины, которые, зернопогрузчик, такое вообще только мечтать. И вот прямо отсюда я покупаю свой стейк и думаю, что он работать будет в дальнейшем. Здесь же, наконец-то, увидел на очередь своих производителей и первого Сергея Каюга. Он занимается семеноводством. В этом вопросе чистота продукции должна быть не просто хорошей, а абсолютно идеальной. В своем хозяйстве аграрий тоже постоянно пользуется техникой «Ускосельмаша». И на сегодняшний день работает она по-прежнему «Ускосельмаша». Четыре года назад мы приобрели технику «Ускосельмаш». Техника очень хорошая. Она превосходит немецкие аналоги «Ускосельмаш». Производительная легко управляется, легко заменяется решетой. И качество, что главное, качество подготовки семенного материала очень высокое. Компания из Бельгерова гордится тем, что всегда работает с терминерами напрямую. Это дает прекрасную возможность отдавать технику в предпринимаемой цене. Усть телевизорских накруток радует постоянно покупателей еще и приятными скидками. Я все благодарю за этим. Это все бесплатно от ТВ-8. 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 ТВ-9. 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 Продолжение следует... ТВ-9. ТВ-9. ТВ-9.